Брюссель готовит решение о продлении санкций против России. Вопрос должны обсудить лидеры Евросоюза уже завтра на саммите ЕС. Главные его темы – безопасность в мире и выход Великобритании из ЕС. Но поговорят и об Украине. Елена Абрамович продолжит. Санкции против России – уже традиционный вопрос на саммитах Евросоюза. После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе, ЕС ввел ряд ограничений в отношении Москвы. Каждые полгода их продлевают. Перед принятием решения слушают лидеров Франции и Германии, как представителей нормандской четверки. Канцлер Маркель и президент Макрон проинформируют об имплементации минских договоренностей с целью продолжения экономических санкций в отношении России. Широкая дискуссия не планируется. Лидеры давно согласовали. Снимут ограничения только после полного выполнения минских соглашений. Экономические санкции затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы. Не избавится Москва в ближайшее время и от санкций в Совете Европы. Представители России проведут завтра встречу с президентским комитетом ПАСЕ. Впрочем, в Москве признают – это вряд ли поможет изменить ситуацию. Можно предвидеть, что на всеобщем заседании агрессивное, но очень активное меньшинство навяжет вновь свою позицию пассивному большинству. Это будет Украина, Прибалтика, Швеция, Польша. Это будет еще несколько стран Западной Европы, которые выкатят целый сон аргументов, почему нельзя возвращать Россию без санкций. Поэтому уже сейчас в Москве говорят, что в 2018-м представителей России парламентская ассамблея Совета Европы, скорее всего, опять не будет. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.